Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. За минувшие выходные на водоемах области произошло 5 ЧП. Три человека утонули. Трагедиями закончился отдых на реке Самара и на озере в Падовском карьере. Все эти случаи произошли на диких пляжах. По мнению экспертов, статистика растет из-за жаркой погоды и беспечности отдыхающих. Не теряйте, пожалуйста, бдительность. Вот почему кривая происшествия на воде поползла вверх? Сегодня в этой студии Александр Старов, начальник центра ГИМС, ГУМЧС России по Самарской области, ответит на этот и другие мои вопросы. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Добрый день. Ну что же, давайте поговорим на заявленную сегодня тему. Ведь согласитесь ли вы со мной, что от несчастного случая сегодня не застрахован никто, особенно дети. Какая статистика происшествий на сегодня? И озвучите, пожалуйста, основные причины трагедии. С начала года, к сожалению, уже произошло 30 происшествий, в которых 27 человек погибли. К огромному несчастью трое дети. Основная причина, как вы сейчас сказали, да, никто не застрахован. Да, действительно, не застрахован никто, но можно снизить риск до минимума. Используя просто, принимая минимальные правила безопасности. В первую очередь, конечно, хотел бы обратить внимание именно на детскую безопасность, да, потому что дети не отдают еще контроль своим действиям, не понимают всей опасности того, что происходит и что их окружает. Поэтому в данном случае родители, взрослые, несут за них полную ответственность и должны больше уделять вниманию и безопасности непосредственно ребенка. Для этого ни в коем случае нельзя отпускать детей и от них купаться. Не надо... Даже если проверенный... Вот, как правило, говорят, мы знаем это место, мы здесь каждый год отдыхаем, то есть проверенное дно и так далее и тому подобное. Хотел бы сказать, что вот к реке нужно относиться с уважением. Река – это живой организм, да, и как бы мы ни знали из года в год, это дно каждое лето после весны, половодия, оно меняется, есть изменения. Бывает, что 2-3 года нет никаких изменений, потом раз появилась яма, появилась какая-то металлическая либо деревянная там коряга, другое препятствие, которое может нанести травму несовместимой жизни. Порой несовместимой жизни, да. Вот, поэтому здесь таких вещей нельзя говорить, нельзя так легко относиться к этой безопасности. Опять же, что второе, если дети идут купаться, нужно сходить с ними. – Сходить с ними. Что сделать нужно родителям в данном случае? Дно проверить или как-то обследовать эту территорию? – Ну, здесь… – Или просто быть рядом элементарно? – В первую очередь, конечно, надо отдыхать на организованных пляжах, да, то есть официальном месте, где можно купаться. Во-первых, там есть спасатели, которые могут оказать помощь. Там проверено дно водолазами. Из-за дно на пляжах, которое ограждено Буями, можно с уверенностью говорить, что данная акватория дна безопасна, нет никаких инородных предметов, и вашей жизни ничего не угрожает. В плане инородных предметов, да, нет никаких резких перекатов, ям и так далее, куда вы можете… Ребенок может провалиться, и от спуга просто хлебнуть воды, и вот уже начнется происшествие. – Александр Валерьевич, ну, согласитесь, что наш край так богат водоемами, и иногда хочется просто вот уехать в какое-то тихое местечко отдохнуть, чтобы никто тебе не мешал, и, ну, естественно, отдых семейный. Но вот если все-таки поехали в такие места, как обезопасить себя? Что нужно сделать родителям, взрослым? Вот инструкция какая-то, пожалуйста. – Я здесь сначала хотел всех предупредить, да, что с этого года определены перечни, да, мест, где запрещено купаться, за это можете быть привлечены к административной ответственности, согласно Кодексу Самарской области, там, от 500 до 1000 рублей. Это сделано в первую очередь меры не для того, чтобы, как принято у нас многими гражданами говорить, запугать, брать в кавычках, извиняюсь за такое слово, да, это сделано именно для безопасности людей, чтобы показать и рассказать, где нельзя купаться, потому что зачастую люди даже не знали, что здесь опасно купаться, никаких информаций нигде не было опубликовано. Сейчас это сделано для того, чтобы гражданин мог спокойно открыть средства массовой информации, интернет, любую газету, везде это все есть, и узнать, что да, вот на таких акваториях опасно купаться, лучше сходить в пляж. Но все-таки, если произошла такая ситуация, и вы приняли решение себя, да, отдохнуть там, где, скажем так, это запрещено, в первую очередь, нужно зайти взрослому человеку и пройтись аккуратно, спокойно, по берегу, недалеко от берега, то есть там, по пояс, по грудь, проверить ногами своими дно, как оно, что там есть, инородное, есть ли какие-то резкие перепады высот, глубин, чтобы вы были уверены. Далее, если ребенок заходит в воду, вы должны не только наблюдать за ним и постоянно вести визуальный контроль, должны стоять рядом с ним. Зачастую бывают случаи, когда родители находятся от ребенка на приличном расстоянии, смотрят, ну, по какой-то ситуации, отлегся на секунду, этой секунды более чем достаточно. Вы должны быть рядом, опять же, помните, это ваш ребенок, провести время со своим ребенком, это полезно как вам, так и ребенку. Ребенок будет рад, что какое-то время родители, да, его родственники играют и отдыхают вместе с ним, детям порой не хватает нашего общения. Конечно, нашего внимания, ну, а потом непредсказуемая ситуация может случиться в воде, вы верно сказали, что это одна секунда, может случиться всякое, и опять же, и дно, да элементарно судорогой ногу свело, и все, и здесь, как говорится, помочь очень сложно в таких ситуациях. Поэтому еще раз настаиваем, да, если вы все-таки приняли на себя решение такое, ответственность, находитесь рядом, не заплывайте далеко. Опять же, в необорудованных местах не надо стараться там переплыть речку, уплыть куда далеко. Вполне достаточно для того, чтобы отдохнуть, освежиться в воде, да, зайти по грудь, даже по грудь, зайдя, уже можно вдоль берега плавать. И также ребенок должен находиться рядом. Зачастую все происшествия с детьми произошли именно за отсутствие контроля родителями. Кто-то был рядом, но отлегся. Были случаи, когда не контролировали просто визуально даже детей, через долгое время обращали внимание и понимали, что уже ребенка не видят. А вода, ну, это не более минуты, полутора минут, к сожалению, если не оказать первую помощь, то дальше уже идет печатная статистика, Необратимые последствия, да? Да, в этом году взросла. Конечно, есть причины, да, что жарко, но основная причина – это именно несоблюдение техники безопасности гражданами. По детям понятно. Что можете сказать, какие рекомендации именно взрослым, когда находятся на водоемах и на водоемах глубоких? По взрослым, опять же, ни в коем случае не нужно отдыхать на водоеме в алкогольном опьянении. Вообще здесь хотел бы прям сразу обратить внимание, да, подчеркнуть это, выделить, а алкоголь и вода – это две несовместимые вещи. Где бы вы ни находились, просто купайтесь, ездите на лодке, пассажирам, естественно, даже, рядом с водой отдыхаете, исключите алкоголь. Погода очень жаркая, во-первых, вы не сможете в алкогольном опьянении адекватно оценить свои силы. В том году, в этом пока не могу привести такую статистику, но в том году достаточно большое количество людей было именно в алкогольном опьянении, которые не могли вернуться назад. То есть доплывали до середины реки, в смысле, что им хватит сил, и после этого все, силы заканчивались, то есть человек не может адекватно отдать себе контролю, что он сможет сделать. Поэтому алкоголь на водных объектах он вообще не приемлем. Далее, естественно, все то же самое. Мы не разбегаемся и прыгаем в воду. Мы сначала проходим акваторию и проверяем. Не нужно заплывать далеко. Ходите на водоемы не одним человеком, да, так, чтобы кто-то оставался на берегу, мог оказать помощь какую-то. Если есть возможность, и идете на необорудованный пляж, можно взять какие-то средства индивидуального спасения, да, и не обязательно должен быть даже круг, потому что, ну, все-таки громоздность, не могут, многие скажут, неудобно идти. Есть конец Александрова, это плавучий линь, берег такая с кольцом, которую можно на 25 метров с берега даже бросить, и она достаточно хорошо, как показала практика, да, спасает. Ну, и здесь еще, кстати, вот хотел бы добавить, про детей не сказал, но именно вот у родителей тоже, когда отдыхают и одни, и когда с детьми, надо всегда помнить о собственном примере. Зачастую родители говорят, не прыгай в воду, выпивают бутылку пива, берут тарзанку и с разбега, не заходя в воду, прыгают. Ну, давайте, давайте отчеты. Если мы говорим детям нельзя, сами так делаем, но никогда не будет так нас слушаться. Да. Мы своим примером показали, что можно нарушать то, что установлено. Нарушать нельзя. Да, то, что нарушать нельзя. Я знаю, что ваша служба в вашем лице проводит регулярно рейды именно по пляжам нашего города. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы это делаете? И самое главное, как вообще реагируют жители, вот когда вы подходите с ними и разговариваете? Ну, первая цель, естественно, это проинформировать граждан о правилах поведения, потому что надо сначала донести и рассказать людям, как себя правильно вести. Многие люди даже не понимали, что делать нельзя. Вот мы рассказываем, для них это какие-то новшества, то есть они не в курсе, не понимают каких-то элементарных даже правил, потому что этому не обучают, по большому счету, нигде, именно в общем, да, там, в школах. Сейчас вот, к счастью, началась такая тенденция, и мы проводим профилактические работы как в школах, да, даже в детских садях. Несмотря на то, что дети маленькие, ну, там, по 4, по 5 лет, они еще не осознают, что они делают, но им очень нравится с кругом одевать его, жилет попробовать. По игровой форме, но все равно это откладывается 100%. Мы приносим, делаем какие-то там соревнования, такие минимальные, там, кто быстрее жилет оденет, еще что-то. Естественно, дети это запоминают, и где-то это откладывается. В дальнейшем будет проще уже понимать, какие правила безопасны. Необходимо соблюдать околоводных объектов. Также и около водоемов постоянно сотрудники инспекции проводят профилактические мероприятия, раздаем памятки, рассказываем, как себя нужно вести, обращаем внимание на недопущение каких-то вещей, которые очень опасны для жизни. Потому что вот недавно сам лично, я периодически минимум раз в неделю тоже принимаю участие в таких рейдах, естественно, ежедневно не могу. Ну, у нас сотрудники ежедневно по несколько рейдов, я стараюсь раз в неделю хотя бы принять участие тоже лично. Подошли к родителям, объяснили, что нужно постоянно уделять внимание ребенку. Я заметил, что ребенок на матрасе, недалеко от берега, буквально метра два, но плавает один. Спросил, чей ребенок, казалось, как раз тех, кому мы сейчас только что объясняли, что нельзя выпускать. И со мной они разговаривали около 30 секунд, минуты, не поворачивая голову. То есть о чем говорит? Что 30 секунд-минуты родители не наблюдали за ребенком. Он говорит, ну, он же на жилете, девочка. А в том году был случай, у жилета, к сожалению, с печальным концом. Девочка упала так же с матраса, испугалась вот этого момента, когда слетела. Глотнула воды и все. Это... То есть это в городской черте, на пляже, когда... Ну, это было не на пляже, тоже не на необорудованном месте, да. Ну, то есть рядом никто не смог оказать помощь? Нет. Не было никого, помощь не смогли оказать. Весь смысл в том, что постоянно, минуты, минуты, это максимум, сколько есть для того, чтобы оказать помощь. Поэтому нужно быть всегда максимально близко. Еще раз говорю, если у вас ребенок купается, даже если он лежит на матрасе, матрас скользкий, бывает волна, вода, это все-таки движущий, да, скажем так, объект, не находится в статическом положении. И никто не находится на воде, на водных объектах статистики. Поэтому мы должны быть рядом. А у детей немножко реакция другая, они пугаются. При панике всегда ухудшается, усугубляется ситуация, да, и несчастный случай наступает намного быстрее. То же самое, как раз касающе взрослым. Если вдруг что-то происходит, в первую очередь нельзя поддаваться панике. Паника тоже недопустимая вечно воде. Ну что же, спасибо вам большое, во-первых, за ответ. Во-вторых, недаром задала я вам вопрос про рейд. У нас есть видео подтверждение вашим словам, что действительно вы, несмотря на то, что у вас руководящая должность, выходите на такие рейды и проводите беседы с населением. Давайте вместе сейчас с вами посмотрим этот сюжет. За это время произошло уже 8 несчастных случаев со смертельным исходом. Один буквально на днях. Трагедия случилась в Кенеле. Мальчик 11 лет находился в водоеме, который не предназначен для купания. В таких местах нет спасателей. Если что-то пойдет не так, рассчитывать на помощь практически бесполезно. Инспекторы ГИМС просят быть осторожным на воде и не плавать в непроверенных местах. Несмотря на то, что воздух прогрет уже более 35 градусов, и устоялась постоянная жаркая погода на территории Самарской области, вода не превышает еще даже 14 градусов. Перепады более 20 градусов очень опасны для жизни и здоровья населения, граждан. В связи с этим даже у подготовленных людей, которые при таком перепаде заходят в воду, возможны судороги и даже до остановки сердца. Регулярные инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды, в ходе которых проводят разъяснительные беседы и раздают памятки на тему безопасности на воде. Прежде всего рекомендуется не совмещать отдых у водоемов с принятием алкогольных напитков. Нетрезвое состояние, переоценка своих сил и возможностей может привести к трагическим последствиям. Также особое внимание уделяется вопросам безопасного отдыха детей. Я смотрю, он маленький-маленький, он заскакивает вот так в воду и ничего, они смотрят спокойно на них. Нормально рассчитают. Кто так считает, кто наоборот старается не допускать. У меня, допустим, вот дочь, она мою внучку, ей уж 12-й год, она бы никогда в такую воду не пустила, она боится, трясется, как бы чего. А эти вот, такие вот, сейчас молодежь, она раскованная. Конечно, нужно всегда смотреть и видеть своих детей, вот, и смотреть, видеть, чем они занимаются, вот, потому что помимо того, что они могут в воду убежать, они могут еще малышей особенно что-то в рот схватить, вот, то есть это тоже важно для безопасности. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Александр Валерьевич, вот такой вопрос. Лето у нас сейчас идет полным ходом. Как я уже сказала, наш регион очень богат на водоемы и в самом разгаре навигации. Скажите, пожалуйста, вот на данный момент какова служба вашего ведомства как раз вот по контролю по маломерным судам? Может быть, есть какие-то новости, новшества, введенные в этом году? Озвучите, пожалуйста. Ну, в этом году, во-первых, вступил, естественно, новые правила пользования маломерными судами. Есть определенные ужесточения по безопасности при эксплуатации, которые мы считаем, что правильные и своевременные. На сегодняшний день, естественно, ежедневно у нас на всей акватории происходит патрулирование. То есть мы параллельно и проводим профбеседы с гражданами около водных объектов, но также и осуществляем контроль за маломерными судами. Скажите, а вот этот контроль происходит только в дневное время суток, либо в ночное тоже? Нет, в ночное работают сотрудники полиции, мы только работаем уже по черчайным ситуациям. То есть в ночное время мы не работаем, к сожалению. Хотя, да, зачастую ночью тоже происходят определенные нарушения. Ну, на сегодняшний день при рейдах акцент основной, опять же, делается на соблюдении именно безопасности. Вообще, конечно, нет такого официального озвучивания, да, что ГИМС в этом году год безопасности. Но, наверное, негласно у нас действительно очень достаточно большая работа идет по безопасности людей на водных объектов. Неважно, где, на лодке, около водоема. Сейчас вышли новые правила, в которых прописано, что при эксплуатации судна количество индивидуальных спасательных жилетов должно быть ровно такое же, как и количество пассажиров. Да. Независимо от пассажиров вместимости лодки, вот сколько на борту, столько и жилетов. Достаточно большой штраф, могу сказать, что штраф от 15 до 20 тысяч, он очень большой. И тоже это правильно, потому что, как показала практика, вот такие вот наказания, да, они действующие. То есть мы не преследуем цель наказывать людей, всегда, в первую очередь, мы предупреждаем, ведем беседы, рассказываем. В начале навигации всегда проводим какие-то информационные тоже с собственниками баз стоянок, что нужно. Ну, то есть незнание не освобождает от ответственности, вы, наверное, это хотели сказать. Все судовладельцы этой информацией прекрасно владеют и в курсе ситуации. Да, мы ее каждый год еще доносим. Кроме того, что ее можно найти на просторах интернета и так далее, мы все равно стараемся сначала от себя донести, чтобы не было такого, что человек говорит, я даже не смотрел, не нашел, не знал. Нет, мы ее рассказываем, а после этого, если человек уже пренебрегает правилами, то уже приходит, конечно, второе действие, да, это наказание. Как показала практика, после наказания, после первого с такими большими штрафами исправляются на следующий день. Да, на следующий день. Ну, я сейчас хочу немножечко вот уточнение такое сделать. Вы сказали, что количество жилетов должно соответствовать количеству пассажиров. То есть пассажиры сидят в лодке, а жилеты сложены в лодке? Нет, конечно же, они должны быть надеты. Нет, но здесь тоже нужно понимать по правилам, да, допустим, если это маломерное судно, там, до четырех метров, беспалубное, то да, они должны быть жилеты одеты. То есть небольшие резиновые лодки ПВХ, еще какие-то маленькие суда, на них все. Ну, салют, прогресс. Там уже больше четырех метров, там салют, прогресс, это уже к пяти, там не обязательно, там они должны быть в доступном месте. То есть они не должны быть спрятаны где-то под вещами. То есть можно ехать без жилета? Да, взрослым, да, детям нет, дети должны обязательно находиться в жилете до семи лет, а взрослые могут ехать без жилета, но они должны быть в быстро доступном месте. Подождите, быстро доступное место, это быстро найти, быстро одеть? Нет, зачем, чаще всего это на сидениях, либо рядом с сидениями стоят жилеты, потому что жилеты тоже надо понимать, особенно если это с палубой, допустим, да. Такое тоже встречалось, люди, как-то так, увеличивают свою безопасность, я не знаю, не понимая, как правильно делать. Каюта, в каюте сидит ребенок, уже взрослый, там, да, 16-17 лет, подросток, скажем так, в жилете. Если что-то произойдет, и каюта затонет, в жилете из каюты выбраться будет очень тяжело. Нужно именно жилет в руке держать и выбираться без жилета, а уже далее одевать жилет. Вообще, как показалось, там, было буквально, наверное, лет 5-6 назад на моей практике, также останавливал лодку, указал на то, что отсутствует жилет, тогда не было таких штрафов. И через день произошел несчастный случай, лодку перевернули, жилет был один на тот момент в лодке. Три человека было в лодке, вот один человек спасся, потому что просто зацепился с жилет рукой. Этого достаточно для того, чтобы уже остаться на плаву, а далее вы сможете его надеть. Жилет – это те вещи, которые необходимы на борту. Одно из того, что должен быть круг обязательно, конечно, там есть еще перечень, но начинать надо с жилетов. Это вот то, что индивидуальное средство спасения. Так, серьезный штраф. Что еще необходимо, если путешествуешь, передвигаешься, да даже вот на другой берег Волги, на маломерном субе? Ну, естественно, в первую очередь, да, у нас должны быть права на управление маломерным судом. То есть гражданин, который судоводитель, он должен обязательно получить права. После этого лодка должна быть зарегистрирована в реестре маломерных судов в центре ГИМС. Нанесены бортовые номера, оборудовано все согласно перечню необходимых. Просто у каждой лодки есть разные нормы снабжения, скажем так, в зависимости от длины, от класса лодки, где она там ходит, река, озеро, море. Ну, каждый владелец знает, что ему нужно иметь. Да, мы рассказываем, если нам спрашивают, у нас есть телефоны, есть также ресурсы, интернет. Горячие линии наверняка работают. Да, всегда можно обратиться, мы всегда подсказываем. Проходят технические освидетельствования. Да, вот как раз хотел спросить про ТО. ТО, и после этого можно эксплуатировать судно. Опять же, здесь мы всем судоводителям напоминаем, что перед выходом, как вы правильно сказали, даже на тот берег, вы должны провести инструктаж ваших пассажиров. Потому что, да, вы-то имеете права, вы знаете, как ходить, вы знаете, как эксплуатировать маломерное судно. Не знаю, там у кого-то может быть чуть меньше опыта, у кого-то больше, но в любом случае он есть. И вы знаете какие-то правила. Не все люди, которые к вам сели на борт, это знают. Они просто обычные любители. И часто бывает такое, что когда лодка едет, мы останавливаем, мы говорим, зачем через борт нагибался, переваливаешься. А я не знала. Идут брызги, интересно, весело, жарко, приятно, я играюсь. То есть человек даже не знает, что это ему будет опасно. Это должен именно судоводитель перед тем, как выйти, рассказать, сказать, где находятся, опять же, индивидуальные средства спасения, да, жилеты. То есть это все должно быть проведено. На самом деле это занимает там 2-3 минуты. Не надо там учить человека управлять маломенцами, надо просто рассказать основные моменты, да, безопасности. Что нельзя там ходить во время движения, нужно держаться, потому что на волне лодка там подпрыгивает и так далее. Может произойти что угодно. Ну, ни в коем случае там нельзя катать на носу, если нет необорудованного места. Такое тоже сейчас, к счастью, стало все меньше и меньше, уже, наверное, в этом году я еще не видел такого. Но вот года 2-3 назад это было, когда на носу и детей возили, останавливали, говорили, понимаете, что ребенок, если упадет, ничего невозможно будет сделать, все. То есть, а это ваш ребенок, вы своими руками подвергаете опасность жизни. Да, и вот такому риску опасности, да. Хорошо, скажите, пожалуйста, а достаточно ли вот сейчас у вас технических средств, чтобы проводить все профилактические мероприятия, которые у вас запланированы, я знаю, что в течение всего года? Ну, скажем так, на сегодняшний день их вот в минимальном таком уровне достаточно, то есть мы осуществляем контроль везде, но, конечно же, водные объекты Самарской области вообще достаточно большие, да, у нас там Волга более 350 километров только протяженности, я не говорю про другие реки и озера. Хотелось бы увеличивать как техническое снабжение, но на сегодняшний день даже не столько техническое, сколько на людей. Человеческое, да. Да, человеческий фактор, у нас не хватает кадровых резервов, да. В связи с этим, да, мы, конечно, всегда рады людей, кто хочет у нас работать, отдавать свою вот жизнь, свою вот профессию, вот именно уделить тому, чтобы помогать людям, объяснять, как правильно себя вести, вести. Еще раз повторюсь, основная цель сработников ГИМС, у нас вот всех в голове, это, мы все так себя ведем, это профилактическая работа. Мы стараемся, для нас наказать, это вот хуже, чем объяснить. Мы лучше объясним, если он понимает, мы только рады, потому что нет у меня желания наказывать людей, не хочу я их наказывать, я хочу, чтобы просто не происходили несчастные случаи. Расскажите, пожалуйста, о вашей повседневной работе, вы сказали, что вы объясняете, профилактируете, но вот тем не менее, в каких случаях вы просто вынуждены прибегнуть к административному наказанию, ведь наверняка первый раз можно объяснить как-то, если видишь, что человек тебя слышит, тебя понимает. Попадаются ли повторно такие нарушители, если да, то какая административная ответственность? Если, конечно, нарушение предусматривает административное наказание, в любом случае применяется административное наказание, там уже в зависимости от статьи, если есть предупреждение, то мы предупреждаем, если там штраф, то на первый раз просто стараемся выписывать минимальный штраф. Далее уже, естественно, повышается... Какие грубые нарушения можете привести? Самое грубое и самое частое, это у нас непрохождение технического освидетельствования, на самом деле это очень часто, несмотря на то, что он проходится раз в пять лет всего. Разве? Да. Лодка раз в пять лет, а не каждый год перед тем, как начинается сезон? Нет, лодка раз в пять лет, поэтому достаточно, скажем так, мягкие, да, правила по данному виду. Подождите, ну а как же поменять масло, проверить... Это мы уже не проверяем, это непосредственно делает каждый год сам судоводитель. На свое усмотрение. Ну, естественно. Мы проверяем именно комплектацию, оборудование, чтобы лодка была безопасна. Вот раз в пять лет мы проверяем. Так установлены нормы законодательства. И все равно есть большое количество людей, кто его не проходит. Не знаю, причину у каждого, основная она забыл, но это такая причина, которую, так говорят, как я всегда говорю, когда торможу людей, да, объясняю, рассказываю, говорят, забыл. Я говорю, ну нет, еще человек, кто сказал, я виноват. Хотя можно было бы признать, сказать, ну, виноват и виноват. И справиться. Далее... Сколько штраф за такое нарушение за отсутствие? Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей. Просроченный срок действия прав. Зачастую люди не смотрят, что у них заканчивается права, и продолжают ездить год-два. Так, ну а права на управление маловерным судном? Десять лет, да. Как и автомобильные права, поэтому можно проверять, да? И как бы знать, когда закончится. Все написано, срок действия, когда выдано, когда срок действия стекает. Если заканчивается, нужно идти в службу ГИМС? Да, написать заявление, предоставить медицинскую справку, оплатить там госпожа на 650 рублей. Все это подойдет через госуслуги. Через госуслуги и день в день можно наверняка все это сделать. Ну, сейчас зимой это делается быстрее. Нет, у нас не день в день, у нас там до 15 дней. Вот, поэтому замену мы всем рекомендуем производить зимой, когда не сезон. Лодки у вас стоят, вы не торопитесь. Ну, еще раз повторюсь, зачастую люди об этом вспоминают только после того, как выявляется. Ну, конечно, когда начинается сезон. Да, до этого никто как-то забывает про это. Нерегистрированных лодок тоже. Ну, сейчас становится меньше уже, но присутствуют еще. Ну, как я говорил в самом начале, да, с жилетами. Сейчас вот показала практика, за последний месяц данное нарушение подходит прямо к минимальному. Потому что граждане друг другу рассказали, мы проработали, все закупили, обеспечили, снабдили лодку непосредственно по нормам. Ездить уже спокойно. Скажите, а вы выписываете штраф, он оплачивается, ну, также по реквизитам, которые вы даете, если есть возможность расплатиться на месте. Каким образом происходит здесь, вот если провести аналогию с автомобильными нарушениями, штрафами? Ну, по штрафам выписывается постановление, есть реквизит, оплачивается в любом банке, онлайн через банк можно оплатить все. На месте никаких оплат невозможно, у нас нет никаких приемов терминалов, и законодательно это не предусмотрено. Поэтому только выписываю постановление, 10 дней есть на обжалование, после этого 60 дней на оплату, в течение которого необходимо оплатить штраф. Ну, как правило, судовладельцы оплачивают штраф или также есть задолженности, в общем, как и... Все, как и везде, кто-то оплачивает, кто-то игнорирует, есть люди, которые зачастую откладывают на последние дни, потом забывают, потом звонят, удивляются, почему у них приставы за штраф ГИМС сняли в два раза больше, вот, а, естественно, штрафы сейчас больше. Скидок не существует, да? Скидок нет, по нашей главе, по которой мы работаем, КОАП, у нас, как в органах ГИБД, да, там, если в течение 20 дней оплатить, нет, у нас такого нет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, еще бы хотелось вернуться к правилам безопасности поведения на воде. Давайте мы их еще раз напомним, потому что лето в этом году выдалось жаркое, водоемы, люди отдыхают. Давайте еще раз озвучим, все-таки для детей и для взрослых, о чем в первую очередь нужно всегда помнить и держать в голове, когда ты едешь отдыхать на водоем. Если ты отдыхаешь на воде или если ты отдыхаешь уже непосредственно с применением маломерного судна? Ну, в первую очередь гражданам хотел бы напомнить, что, как я уже говорил ранее, ни в коем случае нельзя совмещать отдых на воде с алкоголем. Это первое правило, которое нельзя пренебрегать и нарушать ни в коем случае. Далее, в момент отдыха у водных объектов принимайте решение все-таки отдыхать на официально оборудованных местах для этого, то есть пляжа, где есть спасатели, где проверены акватории, где качественный песок, где вашей жизни не угрожают никакие посторонние предметы, и вы можете спокойно отдыхать. Ни в коем случае никогда нельзя не только не выпускать детей из виду, но и даже отходить от них. Будьте максимально рядом с ними, отдыхайте, купайте, загорайтесь рядышком. При отдыхе на пляжах помните, что температура воздуха всегда выше, чем воды, поэтому не нужно резко окунаться в воду, необходимо зайти, постоять к воде, привыкнуть, потому что перепад 20 градусов для даже здорового человека могут принести несчастные случаи и вызвать неприятные последствия. При купании, при эксплуатации маломерных судов, так же, как и все, что я говорил на воде, да, это алкоголь отсутствует, обязательно никакого алкоголя, мы должны его исключить. Соблюдайте скоростной режим, заранее продумывайте маршрут и используйте средства индивидуальной защиты, спасательные жилеты, средства спасения индивидуальной, спасательные жилеты, круги, конец Александрова. Ну, а мне хочется сказать огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу, несмотря на такую жаркую пору, что вы нашли время, пришли и рассказали все новости нашим уважаемым телезрителям, и мне хочется добавить, будьте аккуратны, будьте безопасны и, конечно же, хорошего летнего отдыха. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, посмотрели программу Город Эсс, всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok